Девушки отдыхают 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 Не волнуйся, Бода. Чтобы город не разрушался, сюда может подняться не больше шестидесяти человек в день. Не уговаривайте меня. Я город нашел, я его и спрячу. От всех шестидесяти грабителей в туристических шкурах. Бода, ты нашел свой носок? Лучше. Я дал объявление об экскурсии к моему затерянному носку. Раз все так любят потерянные вещи, пусть мне его найдут. Какой ты смешной, Бода. Ага, вот и первые носкоискатели. Чечен и Ца. В каждом городе, дети, есть дома, дороги и достопримечательности. Вот, например. Бода, это не достопримечательность. А мэр. Главный человек в городе. Мексика. Чечен и Ца. О, а здесь мэра нет. Это, есть такие города. Ай, не уговаривайте меня. Я и так согласен. И здесь мэром буду я. Ну и разруха. Вот что бывает, если мэра не бывает. Камня на камне не осталось. Чечен и Ца – очень древний город. Он был основан еще в пятом веке. А к десятому стал крупнейшим центром древней цивилизации Майя. Какой же это центр? Центр – это вот. Будем строить здесь город будущего. Но Бода. За работу. О, а здесь мы и устроим космодром. С той Бода нельзя делать пирамиду космодромом. Это же храм. Отсюда древние люди обращались к пернатому богу Кукулькану. Пирамиду нельзя разрушать и переделывать. Ну и ладно. Обойдетесь без космодрома. Займемся спортом. Устроим здесь олимпиаду. Спокойно, дети. Сейчас Майор Бода построит стадион. Бода, в Чечене-Це уже есть стадион. Здесь жители города играли в игру «Тлач-три». Она похожа на баскетбол. Нужно попасть в вертикальное кольцо, касаясь мяча только бедрами. Но это сложно, ведь мяч очень тяжелый. Расступись! Не, спорты не для всех. Открой лучший курорт. А вот и море курортное. Это не море Бода, а Сен-Нот, подземное озеро. Я всего день как мэр, а уже столько сделал для города. Мне памятник поставить пора. Не слышу аплодисментов. Эй, а где все жители? В Чечене-Це нет жителей. Этот город сам как памятник. Который хранит культуру цивилизации Майя. И сюда каждый день приезжают туристы со всего мира. Потому что современных городов много. А Чечен-Це один в своем роде. Что вы застыли как памятники? Хватит уже мэрствовать. Давайте быстрее смотреть уникальный город. Надоело мне быть мэром. Буду лучше президентом. Главным в целой стране. Занято, занято, занято. О, Атлантида. Бода, но Атлантида это страна из легенд. Никто не знает, где она находилась и существовала ли вообще. Ну вы даете, дети. Целую страну потеряли. Вы Атлантиду не брали? Джунгли Амазонии. Амазонка! Тропический рай! Привет, Бода, куда собрался? Привет, дети. Сегодня я научу вас отдыхать в тропическом раю. Пальмы, кокосы, курорт. Джунгли Амазонии? Ну, Бода, джунгли это не курорт. Амазонка дикая и опасная река. Да, да, я и говорю. Прекрасный отдых получится. Вот так, дети. Ложимся и слушаем райских птичек. Эй, птички! Это не птички. Это древесные лягушки. Их так назвали за то, что они живут на деревьях. Ладно, пусть орут. Ну, то есть поют. А мы пока попьем что-нибудь тропическое и экзотическое. Налетай! Ой, ай! Да не вы налетай! Кусаются! Сделайте кто-нибудь что-нибудь! Ой, спасибо. Так-то лучше. Бода, сейчас начнется тропический ливень. Подумаешь, дождик. Пока Пэйд и перестанет. Дожди на Амазонке бывают очень сильные. А сезон дождей вообще могут длиться по несколько месяцев. Какой еще сезон дождей? Сейчас сезон туристов. Я же говорил, пока Пэйд и перестанет. А то после дождика рыбалка хорошая. Берегись! Ну вот, и рыба кусается. Разве так туристов принимают? Это пиранья. Она не только кусается, она и съесть может. Отдых перестает быть райским. Это анаконда. Я так не играю. Обещали тропический рай, а сами то кусают, то дождем поливают. Бода, джунгли Амазонки и правда тропический рай. Это крупнейшее в мире скопление животных и растений. Не зря леса Амазонки называют легкими планетами. Они вырабатывают пятую часть кислорода всей Земли. То-то я отдышаться не могу. Да, джунгли Амазонки не курорт. Это дикие и нетронутые места. А значит и отдыхать тут нужно... Дикарем! Дикарем! Вот так, дети, нужно отдыхать на Амазонке. Запомнили? Запомнили. Ну все, пора домой. Хорошо дома. Душ, диванчик, чем не курорт? Скажи. Пустыня Наска Здравствуйте, дети. Сегодня я научу вас рисовать шедевр. Ух ты! Привет, Бода. Что нужно делать? Берем кисти, краску и шедевр. Вот этот. Раз, и шедевр готов. Хе-хе, в лувре повесим. Бода, это же геоглиф. Так называются огромные рисунки, сделанные на земле. В пустыне Наска целая галерея геоглифов. Галерея в пустыне? Ха-ха, интересненько. Так, ну и где тут шедевры? Не шедевр. Не шедевр. О, шедевр. За мной. Что? Где? Сигнализация мне в бороду. Шедевры похищены. Полиция! Да нет же, Бода. Геоглифы на месте. Но они огромные, и увидеть их можно только с высоты птичьего полета. Вижу, вижу каракулеглифы. Хе-хе-хе. Так и быть. Будем рисовать шедевр не для лубра, а для пустыни. Слишком свежая краска. А нужна древняя. Где тут древний магазин? Бода. Геоглифы не рисовали, а вытаптывали. Контур геоглифа – это не глубокая канавка. Она проходит по холмам и ложбинкам. И ни разу не прорывается. Сам знаю, что канавка по ложбинкам. Морфе! Морфе! Вы что с краской-то делаете? Ну что же вы? Забыли, что шедевра нужно не красить, а вытаптывать. Морфе! Морфе! Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Бедненький Будо! Кто только придумал эти шедевры! Геоглифы были созданы очень давно. Но кем и зачем точно неизвестно. Возможно, древние люди так прославляли свое племя. Или использовали геоглифы для ритуалов. Хватит разговоры разговаривать. Встречайте! Новый шедевр пустыни Наска! Бодоглиф! Классно! Бода! Посмотрим, похоже ли у вас получилось. Эх, маловатый Бодоглиф мы выпыты кипы катакали, вот. Теперь-то я понимаю, что значит большой художник. А если ты небольшой, шедевра не получится. Что ты, Бода! Шедевр – это выдающееся произведение, а не самое большое. Шедевр может быть маленьким. Только сегодня и только сейчас самый маленький шедевр в мире! Бода, это же просто песчинка. Хе! А так? Вот это да! Это настоящий шедевр! Куба! Так, хлеб российский, сыр французский, чай индийский, сахар кубинский. Привет, Бода! Хе-хе, привет, дети! Сегодня я научу вас пить чай. Закидывайте в чайник заварку и заливайте кипятком. Потом берете сахар. Ой! Ну вот, тухлый сахар в магазине подсунули. Бода, это трусниковый сахар. Он коричневого цвета. Сахар должен быть белым. И точка. Ай да, возвращать его в магазин. Это кубинский сахар. Он добывается из... Тогда летим на эту вашу кубу-шмобу. Я им покажу, как покупателей обманывать. Вот и прилетели. Острова какие-то вижу, а Кубы нет. Куба – островное государство. Оно состоит из более чем полутора тысяч островов. Подумаешь, сто пятьсот островов. Ни одного хватит. Мы приселились в городе Гавана. Столица Кубы. Ее основали испанцы. В 1514 году. Вот ведь полюбуйтесь, что бывает, если есть тухлый сахар. Вода, они просто танцуют. Подозрительно все это. А, вот и магазин. Ага, вот. Вот тухлый, тухлый. Я же говорил. Сеньор, ноу, ноу. Не, 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 не. Вы не имеете права. Ну, я вам сейчас покажу. Бода, поехали на плантацию. Сахар в магазин и попадают оттуда. Ладно, ай да на плантацию. А ты магазин стой тут. Нарушитель. Странная-то ваша Куба. Подозрительная. Бода, Куба очень интересная страна. И природа удивительная. Здесь водится самая маленькая птичка калибри. Жемчужный крокодил. И лягушка, которая умеет свистеть. Смотрите, уже крабы бастуют против тухлого сахара. Нет, Бода, раз в год на Кубе земляные крабы аж несколько дней идут к морю, чтобы отложить икру и родить детей. Крабы и детишки – это еще цветочки. У них вон собаки продаются на каждом углу. Это не ценник, а документ. На Кубе у каждой бездомной собачки есть настоящий паспорт, чтобы никто ее не мог обидеть. Да, прямо страна чудес. Но сахар у них тухлый. Тростниковый, а не тухлый. А вот, кстати, и плантация тростника. Приехали. Сахарный тростник любит жаркий и влажный климат. Когда он созревает, работники рубят его ножом мачете. Собранный тростник давят тяжелыми валами. Полученный сладкий сироп нагревают до высоких температур, остужают и пакуют. Так, сейчас попробуем. Да ничего, он не тухлый, дети. Бода, мы тебе это говорим всю серию. Продолжаем урок. Налили чай, положили сахар. Затем отрезаете кусок сыра и кладете его. Ай, караул, сыр плесневелый. Бода, это рок-фор. Он такой и должен быть. Срочно летим во Францию. Я им покажу, как покупателей обманывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова